ПОДМОСКОВНЫЕ ХИМКИ В этом году мы взяли игроков, с которыми мы можем уже 10-11 игроков играть полную силу, мы можем делать ротацию. Я думаю, тогда нам уменьшится усталость в течение тяжелого сезона и, естественно, поменьше будет травм, потому что, если взять пару лет назад, мы играли семером. Пять человек у нас было со второй команды, ХИМКИ. Конечно, ответственные матчи, они не соответствуют нашего уровня. Они помогали, как могли, но это недостаточно, чтобы выиграть. В прошлый год мы имели хорошую команду, но куча этих травм нас чуть-чуть подвело под конец. Мы не могли сопротивляться ЦСКА. Скажем, задачу номер один мы выполнили, мы выиграли Еврокубок, но в ЦСКА мы не поборолись вообще. Игроки у нас неплохие, нам удалось неплохо скомплектоваться, но это только имена. Еще надо, как я говорю, это на бумаге, еще есть, что ты должен играть на площадке. Мы знаем много таких примеров, допустим, даже с футболом, когда в Мадридский Реал скупает всех лучших футболистов, а в Лигу Чемпионов играть не так просто. И у нас, похоже, проблемы, и нам приходится очень зависеть от наших результатов. Сколько мы будем иметь средств на следующий сезон, какой кубок мы будем играть. И вот это чуть-чуть нас как будто выбивает из такого ритма, но ничего не поделаешь так уж ишено в Евролиге, что нам не дает двух или трех из железных мест Евролиги. Надо за каждое место бороться, но мы не стараемся, вот за прибытием моим здесь мы уже второй раз выходим в Евролигу. С Алексеем мы уже работаем, и у него нет много проблем. У него есть простые проблемы, некоторые вещи делаем по-другому, чем делают другие тренера, другие клубы. Мы это все ему рассказываем, а так мастерства ему достаточно, желания есть. Самое главное, чтобы был характер, что мы обычно в кимках выращиваем. Про Драгича вообще ничего говорить, это человек, который играет всегда с сердцем, который боец номер один. Даже вот в Словении мне сейчас приходилось на сборах говорить и с тренерами, это говорит, это наше сердце. Мы имеем с такими хорошими характерами Мони, мы имеем Бяльцева с таким жестким характером. Иногда, может быть, не все тренера даже может с ним справиться. Мы будем менять Драгича, Шведа. Я думаю, что чистый вот характер такой игровой, как Августина, Пол Дейвиса, который играет все время на грани, даже, скажу, драки, потому что на максимуме. И я думаю, это должно дать свои плоды. Это было бы очень важно начать, хорошо сезон. Тогда ты можешь такие какие-то недоработки компенсировать своей уверенностью. Конечно, уверенность всегда дает результат получше. Но я надеюсь, мы не новички в этом всем деле. И я думаю, что мы найдем нужные решения. Я не думаю, что ЦСКА тоже в этом году будет столь уверенно, потому что потеряла ряд хороших игроков, скажем, и того же Кауна, который был в основной, центровой. Конечно, они приобрели других игроков на то место. Но в современном спорте, я думаю, очень важна комплектация. В ВТБ лиге и в российском бутерболе есть достаточно хорошие. И по уровню, и по игрокам. Такой-то Локомотив и Казань, и, скажем, Нижний Новгород последние пару лет сделали очень большой скачок. И не так все просто. Сейчас мы видим Саратова, хотя они будут играть третий год, но такие, как и новички, вошли в эту лигу, влились с хорошими показателями. Не так все просто. Мы попытаемся в этом году выстрелить. Хотелось бы шаг за шагом ворваться, как я уже говорю, в элит Евролиге. Но это долгая и непростая задача. За один год это не сделаешь. И у нас ставятся задачи, мне кажется, очень большие в этом году. Конечно, не меньше, чем было в прошлом году. Продолжение следует...